Привет, ребята, это Вопрос-Ответ. Ребята, и первый вопрос от Насты. Любишь мой канал Вова Автора? Да, я тебя обожаю. Тебя просто шикарно. Эдди, ты снимаешь видео. У меня даже иногда часто не получается. Как подружилась с Аней? Это... Я просто завела когда канал, она мне написала комментарий, мы стали общаться. Всё. Как пришла идея зайти на мой канал? Короче, у Ани ты была в подписках. Я вообще видела твой канал. Тебе когда был конкурс, написала привет, а можно поучаствовать? Или как-то в этом роде. Я, между прочим, в этом конкурсе второе место заняла. Да. Как пришла идея создать канал? Сейчас объясню. Короче, у меня был канал, на котором около 200 подписчиков. Я там снимала Непони. И один раз я на конкурс с этой девочкой нужна была Эдит с пони. Я сняла, мне супер-мега понравилось. Я решила создать отдельный канал. Я не знала, что это идёт за 70 тысяч. Для меня это просто шок. Я очень хочу поднять актив, потому что сейчас у меня очень какой-то... Ну, ребята, я помню, как у меня было 500 подписчиков. Просто в шок от радости упало. А 100 когда... Кстати, у моей сестры 500 подписчиков. Поздравляем. И у неё скоро выдержало сообщество. Можно ли тебе помогать с мультипом? Конечно, если ты мне будешь рисовать. Я так быстрее, наверное, даже буду делать. Если ты будешь рисовать картинки, которые мне нужно будет под серией, то я буду только рада. Спасибо большое. Я обязательно отмечу, что ты помогала. Ну, спасибо. Так, дальше у нас летом, когда ты уезжаешь, не пропадешь. Нет, я не буду пропадать. Там, конечно, у меня... Ну, город маленький, но рядом с ним находится большой. У меня, конечно, интернет там, ну, такой. Но там всё равно нормально. И я не буду пропадать в YouTube. Ну, там видео раз в две недели. По крайней мере, постараюсь вкладывать хотя бы. Кто твой ЛП с YouTube? Ну, это Зоя. Error. 555. Я надеюсь, ты правильно прочитала. Просто, пожалуйста, если нет. Потом ты, Настя, Аня и Раяна. Вот так вот. Не любишь попрошаг? Ну, чип, который увидел видео с другим другом. Такие, о, а можно мне вот это? О, это его супер-мега бесит. Главное, когда... Ты написал ещё иногда, а хотите кому сделать? Тогда я. Ладно, но когда ты стоишь, а можно мне? А ещё больше всего бесит, когда ты рисуешь рисунки с своими друзьями. Они пишут, а где я? Вот это больше всего меня бесит. Я хороший подруг. Да, ты супер-хороший подруг. Вот ты поддерживаешь. Просто очень классно ты. Я тебя считаю ЛП. И с тобой дружить вообще круто. Если вы не вручите с Настей, я вам рекомендую. Она очень классная. Ходишь на какие-то кружки. Но знаете, я хожу только на занятия с репетиртором английским и испанским. А раньше я ходила на балет. 2017 года, между прочим, до того. У меня хороший стаж. Правда, я на шпагат садю не умею. Но это не важно. И я в бассейн ходила. Вот так вот. Есть друзья в реальности. У меня есть моя подруга. Я ее уже называю. Я никогда не говорю, что у меня нет друзей в школе. Но недавно, мне кажется, что девочка, которая меня пригласила, она будет моей подругой. К сожалению, она уходит, я так понимаю, со следующего года. Но тем не менее, что поделать. Но у меня есть ее номер. Мне кажется, мы будем хорошими друзьями. Также у меня есть моя подружка Катя. Зачем я вам имена говорю? Короче, я когда-то пиарила один канал. Пони Эдди Тик. Это вот моя подруга из реальной жизни. Она вообще не увлекается Пайм Пони. Но ей приспичило создать канал. И еще у меня две подруги из реальности. Думаю, хватит. Спасибо тебе большое за вопрос. Было очень интересно отвечать. Так, приступаем к следующему. Наверное, еще пару паков и заканчиваю. Будет несколько частей. Ребята, дальше вопрос о цвите Рэмбоу. То есть от Риты. Для меня ты вот называешься Пинки Пап. Потому что это, конечно, называлось и все. Ну ладно, почему Харт Пони Эдди? Я не очень понимаю этот вопрос. Но если ты спрашиваешь, почему я так назвала в канал, то просто на Бул. Ну Эдди Тик, Пони, а Харт? Не знаю. Это было вечером. Я не соображала что угодно. Сердечко. Типа вот так вот. Как создала ОС? Я вот у Насти написала там голубой, красный, фиолетовый. Как бы я хотела видеть себя в виде пони. Единородный. Потом решила немножко. Я думала не фиолетовый, а розовый. Ну. Грива. И так я голубая типа. И получилось. Я сначала делала рисунки. Обводила тупо героев маленькой пони. В каком году ты полюбила пони? Я полюбила пони в 2020 году и летом. Тогда я начала сна. Я, конечно, смотрела до этого, но мне не очень нравилось. Но первый раз я узнала о пони в 2017 году. Как ты так красиво рисуешь? О, спасибо большое. Но я не очень красиво рисую. Я с художниками, которые рисуют лучше меня. Но я считаю, вот честно, что я рисую лучше некоторых блогеров. И не буду говорить точно каких. Ну, потому что, как бы, это и скандал может начать. Ну, мы с ними не очень хорошо дружим. Тем не менее. Спасибо большое за вопросики. Мне было очень приятно. Переходим дальше. И последний пак вопросиков от Димас Волки. Я надеюсь, я правильно прочитала. Лего, лего, что... Ну, если лето, то я хочу, но на время не хочу. Мне очень нравится школа. У меня добрая классная руководительница. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. Занимаешься спортом? Сейчас нет. Я, конечно, побегаю иногда. Но раньше занималась в балетном. Я не знаю, назвать это спортом или нет. Но вот так вот. Между прочим, в 2017 год. А, ты уже говорила. Ну, не важно. У тебя были другие каналы? Да, у меня... Да, харта нет. У меня их просто очень много. У меня сейчас есть канал, на котором 200 с чем-то подписчиков. Есть канал, на котором 1000 подписчиков. Есть канал, который я делала фейк одного чела. Ну да, не спрашивайте, зачем. Есть просто канал. Есть мой первый канал, который создавал. На нем около 30 подписчиков. Я на нем снимала игрушки пони. Так, что собираешься делать летом? Вот именно, что я не знаю. Я, конечно, насчет... Я же говорила, я полечу свой родной город. Вот так вот. Там, да, чем... Я собирать буду. Там у нас есть рядом другой центр. Там очень круто есть. Прицеление ходить там. И насчет контента я планирую делать... Я не знаю, что делать, но я очень долго буду слить. Золожное видео хочу пинки сделать. Вот это, что написала в сообществе. Потом какие-то в темпу, потому что... И думаю, еще можно будет что-то разговорное делать. Вот я хотела еще раз обзор на своего дневника. Сколько лет было себе скейт? 19 июня моему каналу исполнится год. И, честно, я бы не добилась столько, если бы не мое видео. Вот это бунт, вайл, который залетел на 7 миллионов просмотров. Я в шоке! Я не знаю, как так, потому что раньше я просто была в шоке от 100-500 подписчиков. Реально. Вот все вопросы. Спасибо большое за вопросы, ребята. Пока-пока всем.